В скорби человек склонен опускать руки, отчаиваться и унывать, и только верующий человек, приходя к Богу в храм, обретает радость. Эта радость для него сама Пречистая Богородица, простирающая свои руки навстречу человеку. Так простирает руку помощи и Одесский приход в честь иконы Богородицы всех скорбящих радость, где в день престольного праздника правящий архиерей Одесской епархии совершил торжественное богослужение. Известный комплекс зданий, построенный в Одессе для нужд больных людей еще в XIX веке, назывался «Приют скорбящих сестер». Сегодня это известный Одесский приход храма в честь иконы всех скорбящих радость, пример деятельного милосердия на практике, ведь величавый исторический храмовый комплекс включает столовую для малоимущих с часовней внутри, детский центр, обитель сестер милосердия и многое другое. В день памяти иконы и по случаю 20-летия воссоздания прихода праздничную литургию возглавил митрополит Агафангел. Сполнилось 20 лет со дня его воссоздания, и мы сегодня возносим благодарение Господу и Пречистой Богородице, которая явила свою милость на этом месте вновь воссоздать святыню для народа православного. Социальное служение храма необычно в своем роде. Одной из особенностей является идея основания столовой для малоимущих. Люди бедные ходили и приехал в корзавтобус с иностранцами возле храма, это был 2003 год, и выходили иностранцы и начали нашим одесситам выдавать мыло, там какие-то пряники, они кинулись, и стало больно за наше отечество, за наших людей, что так опустились. И за кусочек какого-то мыла, пряник, и люди бегут прямо толпой, чтобы получить эту пищу, вот эту яскравую обертку. И Господь нам указал место возле храма, построил столовую, где мы каждый день питаем 160-140, и надо больше людей в день горячими, хорошими обедами. Поддерживаем, конечно, народ, чтобы они как-то не были обозленные. Два года назад здесь была основана приходская обитель сестер Милосердия. Есть масса людей, которым просто стало плохо в дороге, на улице, для того, чтобы измерить давление. Мы не оказываем, конечно, невероятно профессиональной какой-то поддержки, но мы можем вызвать скорую помощь, мы можем выяснить там уровень сахара, выяснить давление, дать что-то от головной боли, антибиотики. Находятся люди, вот появился пункт первичной медицинской помощи, нашлись люди, которые начали жертвовать нам на лекарства деньги. То есть вот это получается какая-то такая вот хорошая, хорошая такая эстафета добрых дел. При храме также работает детский центр, основной идеей которого является помощь обездоленным детям. Дети, которые некогда были лишены родительской любви, сегодня живут в единстве духа, одной большой семьёй. На сегодняшний день мы с батюшкой воспитываем действительно 20 детей, которых нам Господь послал. И можно сказать, что с Божьей помощью мы вот видим, как дети меняются, потому что поначалу, когда они пришли, естественно, не могли читать ни утренний, ни вечерний молитвы, они вообще не знали слова, что такое даже Господь, понимаете? Это сегодня здесь благолепный вид, удивительная роспись, молитвенная атмосфера. А 20 лет назад, когда сюда пришёл молодой настоятель, ему пришлось восстанавливать всё практически с нуля, в чём помогла благодать Божия и добрые люди. Пришли и помогали здесь отцу-настоятелю для того, чтобы начать восстанавливать порушенную святыню, как и принято около Божией Матери, собираются дети и близкие, и родные приходят для того, чтобы порадоваться, для того, чтобы повладлить Пречистою. На протяжении многих лет нуждающиеся приходят под покров Царицы Небесной и просят помощи у Той, которая ходатайствует за всех нас перед Богом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!